Древний человек Вооруженный только деревянной палкой с каменным наконечником Представлял угрозу для кого-то крупнее суслика Что ж, сегодня я хочу рассказать о безумном реконструкторском эксперименте Который, хотя, конечно, совсем не безупречен с этической точки зрения Тем не менее заслуживает внимания Ну, конечно, сейчас нельзя охотиться на малонтов Но африканский слон по своим размерам и анатомии Вполне сопоставим с древними мохнатыми гигантами Да, информация для любителей рассказать про 8-сантиметровую шкуру Которую ничем не пробить У взрослого африканского слоника толщина шкуры достигает 2 сантиметров На некоторых участках до 4 И по результатам исследования известных мумий-мамонтов В этом плане они не отличались от современных слонов Такая шкура и правда может представлять собой настоящую броню Пробить которую не просто даже стальным гарпуном На ютуб можно найти документалку 20-го века В которой африканцы успешно охотятся на слона с помощью копий Предупреждаю, зрелище жутковатое Но, конечно, копии африканцев оснащены железными наконечниками А как это делали древние люди? С их каменными или костяными орудиями Археологические находки вроде бы показывают Что древним людям было под силу добыть огромного зверя В верхнем и даже в среднем палеолите В одной из публикаций я рассказывал, например Про кладбище примобивневых слонов в Ноймарк-Норд, Германии Судя по всему, это жертвы неандертальской охоты Особой убедительности добавляют многочисленные следы от орудий на костях А также наконечники копий, найденные в непосредственной близости от скелета Или даже торчащие из него Такие находки тоже есть И все же всегда есть тень сомнения А как проверить-то? Не бегать же с копьем за живым слоном Да и кто позволит? Оказывается, однажды такая возможность у археологов появилась В Национальном парке Хванге Крупнейшем заповеднике, находящемся в Зимбабве Мы представляем себе, что заповедник создан для защиты диких животных от уничтожения Но иногда возникает парадоксальная ситуация Животных в заповеднике становится больше, чем его территория может вместить Так произошло с популяцией слонов При отсутствии естественных врагов Огромные животные так расплодились, что сами стали угрозой для экосистемы заповедника Где они, например, просто уничтожали деревья Кроме того, слоны стали вторгаться на фермерские поля И уже представляли опасность для людей В такой ситуации в 1984 году руководство парка приняло решение провести отстрел нескольких семей слонов Аналогичное мероприятие проводилось и в 1985 году Для археологов это был уникальный шанс Внимание! Дальнейшее повествование содержит подробности, которые могут вас шокировать И я хочу подчеркнуть, я против жестокого обращения с животными в любых обстоятельствах Директор заповедника разрешил американскому археологу Джорджу Фрайсону провести опыты на убитых и почти мертвых животных В 1984 году проводилась серия испытаний колющих копий ближнего боя А в 1985 году метательных копий, бросаемых с помощью копьеметалки Остановимся подробнее на второй серии опытов О ней повествует научная статья, вышедшая в журнале American Antiquity в 1989 Исследователи испытывали технику охоты с копьями культуры Кловис Одной из древнейших археологических культур Нового Света Визитная карточка Кловис Ланцетовидные каменные наконечники с вогнутым основанием Подобное орудие находили на археологических памятниках вместе с костями мамонтов и других крупных животных На которых предположительно охотились древние американцы По мысли Фрайсона, с которой можно, конечно, поспорить Палеоиндейцы были матерыми охотниками И они предпочитали добывать здоровых, высококачественных животных А не каких-то больных хромающих доходяк Кроме того, Фрайсон скептически относился к идее загона мамонтов в болото Где его, как часто рисуют на картинках, забивали камнями Настоящие охотники были бы глубоко оскорблены Если бы их обвинили в использовании такой охотничьей стратегии Пишет Фрайсон По мысли ученого, слона не так просто обездвижить в болоте Да и вытаскивать потом его оттуда Операция затруднительная Нет, только охота на суше Где охотник полагался на свою осторожность, быстроту, меткость И, может быть, в первую очередь, на качество своего оружия Поэтому характеристикам копий, использовавшихся в эксперименте В статье уделено особое внимание И не только наконечникам, но и древку А оно у этих копий составное К основному, более толстому и длинному древку Крепилась более тонкая передняя часть с наконечником При правильном броске такого копья В тушу животного входила целиком вся тонкая часть древка Автор рассмотрел преимущества и недостатки разных пород дерева И счел оптимальной для охоты на слона Ну, достаточно прочной и легкой Черемуху виргинскую Распространенную на великих равнинах Северной Америки Копьеметалки от Латли делались из сумаха трехлопастного И не только из-за качества древесины Но и потому, что на археологических памятниках Найдены копьеметалки именно из этого растения Важно тщательно очистить и выпрямить древко Малейшая кривизна ухудшала поражающую способность копья И увеличивала риск поломки Многое зависит и от условий хранения Поскольку во влажную погоду копья могут быстро деформироваться Много места в статье отведено взаимному соединению частей древка А также креплению наконечника Тщательно подбирался оптимальный вес копья Длина и диаметр обеих частей Фрайсон отобрал шесть вариантов Которые испытывал при опытах с колющим копьем В самом тонком варианте передняя часть древка быстро ломалась Оптимальной оказалась конструкция с коротким передним древком В этом случае оно при ударе легко входило в тушу До соединения с толстой частью Наконечник крепился к вырезу в древке с помощью сухожилий и смолы Причем автор перепробовал разные виды смолы Добился идеального положения наконечника Без чего хорошего удара не получится Для более плотной посадки между древком и наконечником Вводился кусок дубленой шкуры или древесной коры Вот сколько нюансов Которыми безусловно в совершенстве владели древние охотники Наконечники кремниевые и кварцитовые При ударах могли ломаться Но после надлежащего ремонта снова шли в дело За два года экспериментов исследователь использовал семь наконечников Два из которых сломались в самом начале проекта И были выброшены Один из них, кстати, разбился при попадании в ребро слона Из оставшихся пяти Один наконечник прошел через весь проект без разрушения Пронзив при этом 12 слонов Другой трижды переделывался И уменьшился в итоге более чем на треть Но успел поразить семь животных Итак, целью эксперимента было выяснить Сможет ли человек с помощью подобных копий нанести слону смертельное ранение Учитывая специфику Единственным возможным моментом для опытов было время Пока работники заповедника убивали животных современным способом С помощью огнестрельного оружия После расстрела бедных слонов К поверженным тушам приближались археологи со своими копьями 12 июля 1985 года была уничтожена семья из 22 слонов В основном животные находились в густом кустарнике Но два из них пали на открытой местности Позволяющие произвести бросок копья с расстояния 15 метров Первый бросок был в пятилетнюю самку При этом копье вошло в нее на всю длину передней части древка Толщина шкуры в месте поражения составляла 9 мм Наконечник не пострадал Но древка в месте соединения толстой и тонкой частей сломалась Исследователи поняли, что копье необходимо укреплять Позднее его укрепили с помощью слоновых сухожилий Полученных из животных убитых в тот же день И в дальнейшем копье работало исправно Второе копье, брошенное в другое молодое животное Оказалось слишком тяжелым Но с третьей попытки проникло во внутренние органы В дальнейшие дни экспериментаторы шаг за шагом Оттачивали свое мастерство в бросании копий Совершенствовали конструкцию копья и копьеметалки Учились преодолевать неожиданные препятствия Например, выяснилось, что внутренние жидкости из тел животных Ослабляли сухожилия, удерживавшие наконечники копий Третий отстрел был особенно удачным, пишет автор Раненая взрослая самка сумела встать на ноги Пока работники заповедника преследовали других слонов Экспериментатор метнул копье, попав в грудную клетку Передняя часть копья вошла целиком И его наконечник, по-видимому, пробил легкое В этот момент животное упало на четвереньки Поражение было смертельным В дальнейшем экспериментатор действовал уже почти безошибочно Он описывает, например, несколько бросков с расстояния 20 метров Во взрослую самку с толщиной шкуры 12 мм В грудную клетку копье проникло три раза подряд Еще одно копье полетело слишком высоко И наконечник чиркнул по верхней части спины Проделав в шкуре длинную прорезь При одном из бросков кварцитовый наконечник сломался Но все равно вошел в полость тела Образовав смертельную рану Конечно, это нельзя было назвать настоящей охотой И исследователь рассуждает Как бы усложнился процесс, если бы речь шла о здоровых диких слонах Для хорошего броска с помощью копьеметалки Охотник должен стоять на ногах Ему необходимо интенсивно замахнуться Что, несомненно, привлечет внимание животного Ведь в настоящей охоте добыча вовсе не собирается умирать По мнению Фрайсона, хорошо, если животное не видит охотника И уже движется в каком-то направлении В идеале один из участников охоты отвлекает слона В то время, как другие атакуют его копьями Не упустили исследователи и возможности разделать тушу слона с помощью каменных орудий Для этого они изготовили кварцитовые бифасы По образцу находок со стоянки Шимон Кловис в восточном Вайонинге Забавный момент Одно из этих орудий экспериментаторы каким-то образом умудрились потерять Автор иронически замечает, что для археологов будущего Такая находка может оказаться большим сюрпризом Ведь в этой части Африки подобных орудий никто не находил Труднее всего было разрезать шкуру слона Для успеха этой операции режущую кромку орудий требовалось неоднократно затачивать Однако после того, как на шкуре сделаны необходимые надрезы Снять ее оказалось довольно легко Без проблем от туши отделялось и мясо Даже без повторной заточки бифасы Молодой слон в хорошем состоянии Дает большое количество нежного мяса превосходного вкуса Сообщает наш гурман Фрайс Можно ли полученные результаты экстраполировать на мамонтов? Конечно, мы не знаем особенностей поведения этих вымерших животных Но мы можем сравнивать их физиологию Мамонт был покрыт густой шерстью Которая теоретически могла создавать трудности для охотников Однако, по мнению исследователей, не должна была препятствовать проникновению копий и дротиков Зато у мамонтов были маленькие уши Так что для ударов копьями открывалась значительная часть шеи, прикрытая у слона Что касается стратегии охоты, то вряд ли древние охотники шли на прямое столкновение с целой семьей мамонтов Остановить сразу нескольких рассверепевших гигантов с помощью копий было бы трудновато Скорее, охотничьи атаки были направлены на отдалившихся от семьи одиночек Ну, например, зрелых самцов, которых древние охотники осторожно выслеживали Вспомним, кстати, что на кладбище слонов Ноймарк-Норд преобладают зрелые самцы Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях Это видео выходит только благодаря вам Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете Но если еще нет, то подпишитесь на нас на спонсор.ру, если вы в России Или на Бусти, если вы не в России Это поможет делу просвещения С вами был Александр Соколов Субтитры создавал DimaTorzok